Все три века, что существует военно-морской флот России, русских моряков называют оборцом отваги, мужества и безупречной верности своему долгу. В истории нашего военного флота вписано немало грандиозных побед. Имена великих адмиралов и славных кораблей, например, Гремящий, Неустрашимый, Варяг. И сегодня эти имена выведены на бортах современных кораблей, которые изменились до неузнаваемости со времен Петра I. Научились ходить и воевать под водой. Сейчас атомные субмарины превратились в грозную главную силу флота. Они могут наносить сокрушительный ядерный удар по противнику из любой точки мирового океана. Когда атомный подводный крейсер выходит в море на боевое дежурство, его экипаж твердо знает, с этой минуты он на переднем краю обороны. И что бы ни случилось, сам погибай, а товарища выручай. Это военное правило – закон для русского моряка, которого не учили проигрывать, а только побеждать. В последнее время меня часто обвиняют и упрекают, что хватит говорить о прошлом, истории. Пора забыть и двигаться дальше. Пора забыть День Победы, так как это трагедия и боль. Я не знаю, что это за люди, которые такое пишут, от которых я довольно часто получаю негативные письма и вплоть до угроз. Хотя откуда дует такой ветер, в принципе догадываюсь. И кому так сильно мешают наши прошлые и исторические события. Но как говорится, караван идет, а собаки – ну вы поняли, дорогие друзья. Я долго думал, стоит или не стоит вновь затрагивать события, по поводу которых до сих пор не утихают дискуссии. И что на самом деле случилось там, в морских глубинах. Сегодня я затрону два события про подводников, и об одном я уже ранее говорил в другом проекте. Но так как он оказался слишком большой, и не у всех было время смотреть его полностью, я сделал его отдельным выпуском в этом проекте. Поэтому где-то будет говориться и попытаться похожий монтаж и слова. 28 февраля 1989 года. С военно-морской базы «Западная лица» вышла в поход в режиме полного радиомолчания новейшая атомная подводная лодка Ка-278 «Комсомолец». Проекта 685 «Плавник». Из состава 6-й дивизии 1-й флотилии Северного флота. Все было как обычно. Привычно штормило, порывистый ветер и заряды мокрого снега. Это нормальное явление для Баренцева моря. Но несмотря на погоду, настроение у команды было отличное. Тот день, когда «Комсомолец» уходил в свой третий боевой поход, никто из экипажа и не предполагал, что обратно осуждено вернуться лишь немногим. Шли дни, экипаж выполнял все новые и новые боевые задачи по приказу штаба. Хотя о задачах подлодки и по сей день очень мало что известно. Да оно и понятно – секретность. Известно, что на 34-е сутки похода атомоход «Комсомолец» патрулировал в Герландском море. Согласно боевому заданию, подводная лодка скрытно следила за авианосцем Америка, пока ее не застекла авиация НАТО. После этого командир «Комсомольца» капитан 1-го ранга Евгений Ванин получил из штаба Северного флота новый приказ в наружении иностранных подводных лодок в норвежском и Герландских морях. 7 апреля 1989 года. Тот роковой день на лодке начинался как обычно. Ракетоносец шел с крейсерской скоростью в подводном положении. Часть экипажа отдыхала, остальные несли вахту на своих боевых постах. Скупые строчки чернового вахтиного журнала под лодки «Комсомолец». Не специалисту, а не мало что говорят. Цифры, курсы, градусы. А вот это понятно. Вахту сдал, вахту принял. Отсеки осмотрены, замечаний нет. И вот она, точка отсчета трагедии. 11 часов 3 минуты. Подали лох в седьмой отсек, Что такое лох, не ведаю, но знаю из разговора с моряками, что в это время начался объемный пожар. Самое страшное, что может быть для подводной лодки. Чтобы было более понятно, меня спросили. Видел, как вырывается пламя из сопла реактивного двигателя? Так вот, нечто похожее было там. Начался пожар в седьмом отсеке. После этого для команды подводной лодки, которая в тот момент находилась на глубине 386 метров, время начало свой новый, трагический отсчет. В силу ряда причин ликвидировать пожар подачей лох, то есть лодочной объемной химической системой пожаротушения, не удалось. Огонь распространялся. Известно, что проблемы в седьмом отсеке начались после глубоководного погружения, когда уникальный титановый корабль опустился на глубину, доселе недоступную для подводных лодок. Так, 4 августа 1985 года, в океанских глубинах происходит событие мирового масштаба. По своей значимости, оно достойно занесения в Книгу рекордов Гиннеса. Но из-за сверхсекретности о нем до сих пор знает только узкий круг посвященных. В Норвежском море, там охот-комсомолец под командованием Юрия Зеленского первым в мире достигает небывалой километровой глубины, если точнее 1027 метров. Кроме военных специалистов, мало кто еще видел эти рассекреченные кинокадры, да и многое до сих пор в архивах под грифом «Секретно» и показано совсем немного во время того похода. Однако, пленка не смогла зафиксировать то, из-за чего пришлось приостановить рекордное погружение. Треск, который нарастал по мере того, как лодка все глубже и глубже уходила в бездну. Конструкторы, которые следили за испытаниями, были явно напуганы. На глубине 800 метров была даже дана команда приостановить дальнейшее погружение. Обжим корпуса идет. Где-то там болты летают, чу-чу, там хлопают переборки, ба-бах, трах у нас. Мы на 500 метров один хлопок Нептуном прозвали. А в это время, именно в седьмом и шестых отсеках конструкторы производили замеры сжатия корпуса лодки. Казалось, невидимый великан сжимает гигантскими тисками глубоководный корабль. В седьмом отсеке даже на глаз был виден прогиб между шпангоутом. Когда сотни тонн давят на подводную лодку, деформации подвергаются всей ее конструкции. На старых субмаринах подводники развлекались таким образом. Кстати, они опускались на глубину не ниже 200 метров. Они натягивали между бортами тонкую бечевку. На нее подвешивали легкий грузик. И когда лодка опускалась все глубже и глубже, грузик тоже опускался все ниже и ниже. Сложно представить, какие деформации и перегрузки испытывал корпус подводной лодки «Комсомолец» на глубине более 1000 метров. И это на секунду. Только представьте, не маленький батискав погружался, а огромная лодка длиной 110 метров и шириной корпуса около 12 метров. Вполне вероятно, что во время этого рекордного погружения в лодке могли произойти скрытые деформации корпуса, которые спустя 4 года, возможно, и привели к трагической аварии на «Комсомольце». Мичман Виктор Слюсаренко вспоминает «Мы вышли в море 28 февраля 1989 года. По плану должны были вернуться 31 мая. Попутно отпраздновали день рождения, кок и спек торт. Вообще настроение в том походе у всех было приподнятое. Нам удалось обнаружить несколько американских подводных лодок. Это огромная удача». 7 апреля. «Моя вахта была с 12 ночи и до 4 утра, а пока я отдыхал у себя в каюте. Кушать не стал, нас кормили 5 раз в день. Физически столько не съесть». Около полудня вышел на построение и инструктаж. И тут в 7 отсеке прозвучал сигнал пожара. Как потом выяснилось, матрос там погиб сразу. На разведку пошел Мичман и тоже погиб. В тот момент комсомолец находился на глубине примерно 350 метров или более. Срочно начали всплывать. Но сработала аварийная защита атомного реактора. Комсомолец потерял ход и стал просто грудой металла. «Аварийное всплыти!» Командир принял решение – сжатым воздухом продуть воду из спеццистерн. «Давай в торговую!» Сплыли, но ситуация ухудшалась каждой секунды. В 6-й и 7-й отсеке в огне. На лодке 400 баллонов с сжатым воздухом. Огонь и кислород – это гремучая смесь. Начало гореть даже то, что гореть не должно. Я был в спасательной группе. Была поставлена задача загеоматизировать и изолировать горящие отсеки. Помню, мы тогда едва успевали вытаскивать раненых и обожженных ребят. Казалось, вокруг ада, теснота, дым. Нечем дышать. И я выношу своего товарища, который остался без кожи. Начались электрические замыкания. Мы не знали, что творится в 6-м и 7-м отсеках. Но в остальных ликвидировать возгорание удалось. На базе знали о ситуации. Над лодкой уже кружили два военных самолета. Помню, нам тогда сообщили, что на помощь идут гражданские суда. Была дана команда о срочной эвакуации. Люди начали прыгать в ледяную воду. А мы – спасательная команда. Вдохнули свежего воздуха и полезли обратно в лодку. В отсеках еще оставались люди. И надо было забрать секретную документацию и аппаратуру. В этот момент лодка накренилась и пошла ко дну. Командир Евгений Иванин до конца руководил спасательной операцией. Помогал спасательной команде. Командир вышел наверх. Высунулся из рыбочного люка. Практически поднялся наверх, неполадок. Осмотрел акваторию, что происходит вокруг. Но, зная о том, что внизу еще осталась часть экипажа, он добровольно, при полной памяти нырнул вниз. И когда мы сегодня говорим, что такое воинский долг, это, наверное, это вот есть. Виктор Слюсаренко вспоминает. Я находился в эти секунды на своем боевом посту, который был герметично закрыт. Почувствовал, как лодка содрогнулась, и нос лодки поднимается. Поспешил к выходу. Возле трапа столкнулся с командиром. Услышал крик дежурного офицера. Троем рванулись по трапу. Но тут лодка встала под углом 85 градусов и резко пошла на дно. Я только успел ухватиться за трап, как в ту же секунду меня охватило столбом холодной воды. Оказалось, люк не закрыт. Кому-то из мичменов удалось захлопнуть его ногой. Но мы были в ловушке. У нас горели два отсека, и мы стремительно шли на дно. Правда, через какое-то время лодка встала горизонтально. Она так устроена. Стало чуть легче, не нужно было висеть на трапе. Но я уже терял сознание, когда меня подхватили и втащили в выходную камеру. Она была нашим единственным шансом. Нас там оказалось пятеро. К камеру начала просачиваться вода, которая под воздействием сжатого кислорода закипала на глазах. По учениям я знал, что будет дальше. Мы оказались в могиле. И тут снизу кто-то начал стучать. Это был капитан третьего ранга Анатолий Испинков, который смог пробраться из затопленной лодки. Командир приказал открыть люк. Мы чуть замешкались. И как оказалось, эти несколько секунд спасли нам жизнь. Лодка резко провалилась. Начались взрывы. Но, даже если бы моряки попытались пустить к себе в камеру Анатолия Испинкова, открыть люк внутри лодки им бы не позволила разность давления. Через мгновение раздается страшный треск и скрежет металла. И стук прекращается. Толща воды ломает словно прессом атомоход и все, что в нем находится. Мы продолжали лететь вниз. Сидели в пятером выходной камере и слушали, как умирает наш комсомолец. Лопались перегородки, взрывались цистерны. Слушали и молчали. Вспомнились родители и жена. Командир сделал замеры и сказал, что мы сейчас на глубине не меньше тысячи метров. Больше прибор не показывал. Давление было огромным. С минуты на минуту вода должна была нас попросту раздавить. От усталости я подумал, что это случится быстро, и мы не успеем ничего почувствовать. Наша задача была отсоединить выходную камеру от подлодки. Вручную отсоединить камеру не получалось, хотя мы старались. Решили сделать это сжатым воздухом. В камере были клапаны. Пока их искали, раздался взрыв. Эта вода попала на аккумуляторные батареи. Началось выделение водорода. Он не взорвался. Но это нас и спасло. Взрыв оторвал от лодки нашу камеру. Она наполнилась каким-то жидким густым туманом. До сих пор никто не может понять, что это было. Хотя я рассказывал об этом тумане во многих институтах. Людин закатывает глаза, начинает падать, теряет сознание. Значит, появился туман, он рассеялся. И в этой наступившей тишине четко прозвучал голос. Всем включится вида. После сопоставляя, значит, кто не находился, значит, кто что мог сказать, значит, я мог сказать только одно, что ни один, кто из нас находился, команду этой не давал. Спустя годы, анализируя этот момент, я понял, голос не мог принадлежать никому из нас пятерых. Я помню его до сих пор. Кто знает, возможно, это был голос Бога. Виктор Слюсаренко и Сергей Черников успевают надеть дыхательные аппараты. Но командиру Евгению Ванину, Мичману Александру Краснобаеву и Вячеславу Юдину это сделать не удается. Они погибают от резкого удушья. Помню, мы бросились к ним, но не успели. В это время прозвучал громкий хлопок. Камера всплыла за несколько минут, и страшное давление сорвало за щелки верхнего люка и выбросило наружу Сергея Черникова на высоту более 20 метров. Ударившись сверху о воду, он умер сразу от разрыва легких. За Черниковым подбрасывает и Слюсаренко, но он сумел ухватиться за горловину люка и удержаться. Камеры же с командиром Ванином, капитаном третьего ранга Юдиным и Мичманом Краснобаевым снова уходят на дно бездны, став для моряков уже саркофагом. Виктор Слюсаренко остается один на поверхности моря. Вскоре от холода у него полностью отнимутся ноги, и он будет держаться в воде только благодаря рукам, которые тоже ослабли. Но для него и для товарищей, которые спаслись, самое страшное еще не закончилось. Вода была ледяной, плюс 2 градуса, волны 1,5-2 метра, до ближайшей земли более 700 километров. Было жутко. Пришла в голову мысль, что после такой передряги я не могу так просто сдаться и умереть. Я поплыл, вспоминает Мичман. В ледяной воде люди умирают через 15-20 минут. Я продержался 40. Мимо прошло судно, но в волнах меня не заметили. Но кто-то углядел оранжевый мешок погибшего Чернякова. Тогда спасатели увидели меня и направили к небольшому надувному плоту, за который держались мои товарищи. Их было около 60 человек. Подходили сюда, но спасти удалось не всех. Люди умирали, даже когда их переносили на палубу. Переохлаждение, потеря сил. Мы на самом краю, если я одели, считайте, по пояс в воде. Вот. Но уже как бы замерз до такой степени, что уже все, руки как очнели. Я не могу, говорю, на мою руку держи. Я не могу уже держать. Все уже. Я очень отчетливо, как Снежинка упала на руку и не таяла. И в то время еще живой Сергей Нижутин сказал, держись за воротник зубами. Я вот схватил за зубами. Снежинка упала на руку. Всем известно, что наши советские лодки, которые тянули камни, как было, все-таки не было и больше. А наш корабль, которому никто не сомневался, ушел за поле за пять минут. Говорят, время лучше лекарь, но глядя в глаза выживших, похоже, грусть и тоска навсегда. И здесь сложно мне что-то больше сказать, дорогие друзья. В заключении хочется сказать, что монолог Виктория Слюсаренко – это лишь маленькая частичка тех трагических событий. И каждый, кто выжил, мог бы рассказать и добавить свое. О том дне. 1 июля 2019 года на российском атомном глубоководном аппарате, что работал на постоянном полигоне Северного флота Баренцевом море, случился пожар. К сожалению, сработавшая автоматическая система пожаротушения не обеспечила полную ликвидацию пожара. Поэтому командир АС-12 и экипаж принял решение вручную продолжить борьбу за живучесть лодки. Подводники, оказавшиеся в зоне возгорания, выбили из своего отсека гражданского специалиста. Задраили изнутри люк переборки и продолжили борьбу с огнем. С одной собственной жизни героям удалось спасти своих товарищей в другой части корпуса и сохранить плавучесть самого подводного аппарата. За ночь, то есть к утру уцелевшая часть экипажа, смогла довести потерпевший бедствие корабль на военно-морскую базу в Североморск. И в ходе обследования зоны пожара и выяснилось, 14 офицеров в неравной борьбе с огнем и едким дымом погибли. Подробностей, случившихся в официальных сообщениях, немного. Давно и понятно. Секретность. Известно лишь, что подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Специальным указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, четверым подводникам посмертно присвоено звание Героя России. Это три капитана первого ранга – Андрей Воскресенский, Денис Апарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Еще десять членов экипажа, тем же президентским указом, награждены Орденом Мужества посмертно. Это капитан первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Сергей Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитана третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также капитан-лейтенант Михаил Дубков. Хотелось бы рассказать о каждом герое, но, к сожалению, большая часть биографии закрыта. Да и слишком тяжело об этом говорить, если честно, дорогие друзья. Например, капитан первого ранга Денис Апарин, уроженец поселка Оленья Губа, что в Мурманской области. Вечером, 2 июля, Дениса ждали друзья, он обещал заехать в гости после командировки. Друзья, родные, еще не знали, что случилась трагедия. Сейчас о Денисе Апарине напоминает у памятника погибшим морякам фотография его и его товарищей. Поселок Оленья Губа маленький, гарнизонный, все только друга знают. Дениса здесь помнят подросткам. В Оленьей Губе он заканчивал школу. Это был человек с открытой душой и чистым сердцем. То есть и с таким вот обостренным чувством ответственности, целеустремленности. Знают здесь хорошо и его отца, Александра Апарина. Отец, как теперь и сын, герой России. Есть сведения, что именно он возглавлял испытания глубоководного аппарата, где во время пожара погиб его сын. Здесь сложно что-то мне добавить. Золотые звезды присваиваются за заслуги перед государством и народом, связанные со свершением подвига. В этой трагической ситуации во время пожара четверо моряков сыграли особую роль. Однако, доподлинно известно пока только о героическом поступке Дмитрия Соловьева. Точнее то, что рассекретили. Из горящего отсека он успел вывезти гражданского специалиста. Исследуя суровым морским законам, задраил за ним люк. Понимая, что наверняка навсегда. У Дмитрия, как и у других ребят, осталась семья. Так сложилось, что эта трагедия для меня оказалась близкой в силу определенных обстоятельств. В этот раз я, дорогие друзья, не скажу прощайте. Не стану затрагивать версии о том, что на самом деле случилось. А скажу лишь о том, что есть такая фраза. Кто, если не мы? В этом проекте о подвиге героев, отдавших свою жизнь, много вопросов, много мнений. Мне по этому поводу до сих пор пишут и весьма много обвинений, как я уже выше сказал. Но вот одно «но». Хотелось бы просто спросить тех, кто так в кавычках геройски сманкует такие трагедии, публикуя настолько циничные ролики, комментарии в том же Ютубе. Несут, я извиняюсь за выражение, такую хрень, и при этом не зная всей ситуации. Хотя, хотелось бы их спросить, а вы бы смогли, господа, закрыть люк, зная, что это навсегда? Зная, что счет шел на секунды? Зная, что ценой своей жизни можно было только спасти остальной экипаж? Зная, что у вас останутся жена, дети? Зная, что воинский долг превыше всего? Задайте себе этот вопрос как-нибудь на досуге. Профессия гидронавта из тех, что выбирают мужественные люди. Ей просто нет места слабости. Трусливых гидронавтов не бывает. Она не подразумевает почет или славу. И в случае с трагедией, мы даже бы и не узнали имена гидронавтов. Эта профессия подразумевает сложнейшую работу и высокий риск, смертельный. Готовность погибнуть все ради жизни других. Профессия для настоящей безрисовки и жажды славы людей. Для людей, которые рискуют своей жизнью для того, чтобы жили другие. Незнакомый, молодый, бесшебажный. Уходил я за солнцем и ветром, Чтобы спробовать воду живую. За стихами, за тем, что не спета, А нашел только злобу людскую. За стихами, за тем, что не спета, А нашел только злобу людскую. Окружили меня, обложили, Разобрали по нотам, куплетам. Мою душу едва не купили, Надругавшись над нею при этом. Мою душу едва не купили, Надругавшись над нею при этом. Сколь терпел я души вашей жадность, Что несла моим чувствам лишь смуту. Горький лед и сердечную хладость Я терпел, только больше не буду.